В прямом эфире седьмого канала новости в студии Юлия Славинская. Здравствуйте! С болгаркой против наркотиков в субботу на Большорнаутской неизвестной штурмовали точку по продаже курительных смесей. Им удалось задержать несколько человек, по их мнению, причастных к торговле зельем. С помощью строительной трубинки они попытались проникнуть вовнутрь. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции продолжили дело активистов. Полтора часа ушло у правоохранителей, чтобы справиться с металлической дверью. Только никого не убить, а? Да, один, один. Давайте, будешь, выведите сюда. Давай, блядеть, кто еще... Салидор сделал. Машинку... Надо тут, давайте, чтобы обдумать, чтобы обучать. Не догонись! Что-то пусть там прометриет. Гражданство не берите. Вот тут. Лесо, покажите его. К тому времени, как милиция вошла в помещение, продавцу удалось сжечь весь товар. Характерный запах и дым стоял во всем помещении. Рыга скурил все то, что было внутри. Его унесли, видели? Он просто вот в умате, он все начал сжигать, его просто под руки вывели. У нас есть запись контрольной закупки. Начинали с отручными. Нам закончили били сотрудники. Сотрудники милиции нам помогают. Слушайте, вы собираетесь дальше продолжать подобные действия? Да. Конечно, но как без этого? Думаете, закроют эту точку? Эту точку? Ну, думаю, не надо. Ну, это может и закроется. Это-то закроется, но откроется. Она откроется буквально через метр в сто. Мы вернемся. И мы вернемся обязательно. Договорились до драки. Возле Парка Победы семья из Киева, две женщины и мужчина подверглись нападению двух нетрезвых одесситов. Как рассказали в милиции, конфликт возник из-за бурного обсуждения политических событий в Украине. В результате киевлянин получил целесные повреждения, а один из нападавших отделался сотрясением мозга. В заявление подали в милицию приезжие женщина и мужчина. На данный момент проверку по заявлению проводят сотрудники отдела участковых инспекторов милиции. И ожидается уже от медицинских работников заключение о степени причинения интересных повреждений потерпевшим. От диагноза медиков и будет зависеть квалификация правонарушения. Мнение обеих сторон конфликта в наших следующих выпусках. Милиция обещает 100 тысяч гривен за информацию, которая поможет установить и задержать подозреваемых, устроивших стрельбу на Пасмитного. Напомню, 12 сентября в районе Аркадии неизвестные из автомата Калашникова расстреляли автомобильный кортеж из двух Мерседесов. В результате погибла 17-летняя девушка. Еще один человек получил ранение. Сразу после стрельбы все находившиеся в машинах и оставшиеся без травм бесследно пропали. Раненый, но выживший после нападения мужчина до сих пор находится в больнице. Ему сделали операцию по извлечению пули из легкого. Всех, кто обладает любой информацией относительно данного происшествия, которое поможет следствию, а также водителей автотранспортных средств с видеорегистраторами, которые находились в то время в районе совершения преступления и могли зафиксировать передвижение легкового автомобиля БМВ серого цвета пятой модели, на котором скрылись предполагаемые преступники, просьба сообщить по телефону 096 808 88 84 779 42 86 722 81 85. Напомню, по предварительным данным, расстрелянный кортеж принадлежал криминальному авторитету по прозвищу Каха. Одесская область продолжает лидировать по числу кандидатов в народные депутаты. Их уже 22. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала в Одесской области еще четырех кандидатов в народные депутаты Украины. На 135 округе в Одессе конкурировать со своим работодателем Сергеем Киваловым решила коммунистка Нина Анищук, профессор кафедры истории государства и права Одесской юридической академии, родственница экс-главного коммуниста Одесской области. В этом же округе выдвинул свою кандидатуру предприниматель Дмитрий Василевский. В Сатарбунарах по 141 округу решила попробовать свои силы генеральный директор ООО Белста Алла Гинок, проживающая в Киеве. В Измаиле на 143 округе зарегистрирован профессор кафедры политических наук Южно-Украинского национального педагогического университета, депутат Одесского облсовета Юрий Маслов. Напомню, выдвижение кандидатов в народные депутаты от партий заканчивается сегодня, 15 сентября. Самовыдвижение и предоставление документов ЦИК для регистрации кандидатов 25 сентября. Наши морпехи отправились во Львовскую область, чтобы принять участие в украинско-американских учениях «Рапид Трейдент-2014». Они стартуют сегодня в Международном центре миротворчества имени Гетмана Сагайдачного. Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС. Подразделения украинских морских пехотинцев действуют в составе многонациональной роты многонационального батальона. Их ждут занятия и тренировки, отработка, блокирование поисковых мероприятий, действий личного состава во время патрулирования. Также они займутся порядком проведения конвоирования и охраны базового лагеря. Мероприятия продлятся до 26 сентября. В Одессе стартовал благотворительный сбор вещей для нуждающихся. В давно ненужной одежде или пылящемся на антресоле предметом домашнего обихода дорога не в мусорный бак, а в специальные желтые пакеты Добре Речи, которые потом раздадут малоимущим горожанам или переселенцам из зоны АТО. Если вы решили, что эта вещь вам не нужна, по-любому ее дорога на сфалту рано или поздно, но она пригодна к использованию и для кого-то она может быть вполне полезна, Вы просто упаковываете в этот пакет и вставляете рядом с мусорным баком. Это привлекает ту аудиторию, которая никогда в жизни себе бы не позволила подойти к мусоропроводу, у которой они нуждаются. Это, скорее всего, бабушки, дедушки, у которых пенсия не позволяет что-то себе покупать. Но, тем не менее, они будут готовы подойти и взять на улице, просто на улице, где-то рядом с баком, такой желтый пакет. Он цивилизованный, яркий, его можно взять и тихонечко даже посмотреть то, что вам нужно. Связаться с организаторами проекта Добре Речи и узнать, где получить фирменные желтые пакеты, можно по телефону 0800 50 30 95. Кроме того, волонтеры начали новый проект – «Одна тонна добрых речей». Собранные вещи будут организованно раздаваться нуждающимся людям, а также переселенцам из Луганской и Донецкой областей. Чтобы пополнить тонну «Добрых речей» своей гуманитарной помощью, нужно приносить вещи в офис волонтеров по адресу. Сквер Гамова, 3, в благотворительный дом. Добрый самаритянин и в офис во дворе дома на Нижинской, 44. Помощь будущим мамам. В Одессе уже несколько лет работает кризисный центр помощи беременным, которые стоят перед выбором оставить ребенка. За все время через него прошли около 10 тысяч женщин. Какую помощь им оказывают, знает Александр Палоев. В центре помощи беременным работают несколько десятков человек. Пока офис на реконструкции, основной упор делают на телефон доверия. Общаясь таким образом, психолог оказывает помощь женщинам, которые находятся в раздумьях, рожать или нет. Помогают здесь и в других ситуациях. У нас есть социальный консультант, который помогает решить вопросы с различными пособиями. И он работает в паре с юристом. Если есть какие-то вопросы жилищного характера, какие-то, возможно, судебные вопросы, мы это помогаем решить женщине. Это тоже помощь безвозмездная оказывается абсолютно для нее. У нас есть благотворительный склад, где можно получить вещи. Ребеночек вот такого возраста взяли, допустим, он быстро вырос, пришли, взяли еще вещи. Помимо непосредственного оказания помощи, в центре занимается профилактика. Из тематической экспозиции посещают учебные заведения. Это профилактика. И вот такая выставка, как мы с вами видим, вот мы здесь находимся, она стационарная. Но есть выставка еще мобильная передвижная, с которой мы ездим по школам и вузам города. Нас приглашают круглый год. Многие школы и вузы нас уже знают. И студенты, и школьники с огромным удовольствием смотрят такую выставку в сопровождении экскурсовода. Обещают нам, что никогда парень и девушка не пойдут на такой шаг, как аворт. Несмотря на потребность в меценатах и финансировании, телефон доверия по вопросам кризисной беременности продолжает оказывать помощь. Александр Полуев, Дмитрий Бондаренко, Седьмой канал. В пятницу в Горсаду откроется международный фестиваль Одесса Джазфест. На открытой площадке в Ратунде пройдет масштабный опен-эйр концерт. Выступят Юрий Кузнецов, Анастасия Букина, Никола Сведюк, Владимир Комаров и группа «Доктор Барменталь», вокальная группа «Дюк Там» и другие известные коллективы. На 14-й по счету фестиваль в Одессу приедут музыканты-импровизаторы из Германии, Австрии, Франции и Турции. И еще около 10 коллективов из разных городов Украины. Многие музыканты отказывались ехать, потому что произошли те страшные события, которые происходили. И, конечно, многие берегут свою бесценную жизнь. А вот мы здесь живем и не боимся за свою бесценную жизнь. Мы никуда не драпаем, мы живем, боремся. И наш фестиваль, я настаиваю, это некий всплеск единения. Концерт в Горсаду стартует в 7 часов вечера и будет открыт для всех желающих. Специально для опен-эйра в Горсаду поставят скамейки. Основные события Одесса джаз-феста пройдут в Большом зале филармонии, вечерние клубные концерты и джем-сейшены на концертной площадке «Крыша моря» возле пляжа Лонжерон. Фестиваль будет проходить с 19 по 21 сентября. Собранные за эти дни средства попадут, передадут в помощь украинской армии. Это все новости к этому часу. Хорошего вам настроения и везения в делах.